Приветствуем вас, воины Кальрадии. Обретение игроком титула в серии Mountain Blade всегда являлось важным событием, ведь это момент, когда в награду за свои выдающиеся заслуги вы получаете земли и аристократический статус. Скорее всего, вы станете вассалом какого-нибудь сюзерена, хотя некоторые из вас не пожелают преклонить колено и к успеху в Кальрадии пойдут своим путем. Не так уж и важно, как именно вы получили владение. Гораздо важнее то, как вы ими распорядитесь. Почему появление у игрока феодального владения является таким важным событием? Дело в том, что вся одиночная компания Bannerlord строится вокруг поселений. Большинство действий и событий в игровой песочнице так или иначе связаны с ними. В поселениях вы пополняете армию и копите состояние. Именно поселение является целью всех войн. Но чем еще могут быть для вас поселения, кроме как источником дохода? Складываясь в проекты развития, игроки улучшают свои поселения самыми разными способами. Улучшения бывают двух основных категорий – гражданские и военные. Военные постройки, например, укрепления для стен или казарма, напрямую влияют на эффективность поселения во время войны. Укрепления для стен усложняют захват поселения, а казарма позволяет расширить гарнизон, отвечающий за оборону. Гражданские постройки улучшают производство и экономику поселения. К примеру, столярная мастерская повышает объем производства товаров, а огород постоянно обеспечивает жителей свежими овощами. Впрочем, некоторые гражданские постройки помогают и армии. Скажем, зернохранилище увеличивает запасы продовольствия в поселении, а значит позволяет дольше продержаться во время осады. Строительные проекты можно реализовывать как в замках, так и в городах. При этом положительный эффект распространяется и на связанные с ними деревни. Поскольку поселений в Баннерлорд стало гораздо больше, мы решили, что с ростом владений игрокам рано или поздно надоест вручную управлять каждой своей деревенькой. Для развития поселений вам потребуются людские ресурсы. Ежедневный темп строительства рассчитывается по специальной формуле на основании численности населения. Если в казне есть лишние деньги, вы можете нанять дополнительных строителей, чтобы ускорить процесс. Нет необходимости караулить момент окончания одного проекта, чтобы дать старт следующему. Вы можете поставить сразу несколько проектов в очередь и спокойно заниматься другими делами. Если вы выполнили все доступные в поселении проекты, или все, какие сочли необходимыми, вы можете перебросить людские ресурсы на ежедневные задачи, постепенно улучшающие жизнь в поселении. Например, ежедневный проект по возведению жилья увеличивает численность населения на единицу в сутки. Словом, проекты по развитию поселений дают прекрасную возможность наводить порядок в своих землях с учетом общих нужд королевства. Поселения, расположенные в центре вашей территории, лучше подходят для производства пищевых продуктов и для приумножения казны. Замок на границе с враждебным соседом, напротив, следует превратить в грозную и могучую крепость для защиты земель и демонстрации вашей силы. Проекты расширят для игроков арсенал тактических возможностей, позволят эффективнее управлять феодами по сравнению с предыдущими играми Mountain Blade. Мы надеемся усилить у игроков чувство привязанности к своим владениям. Напоследок, мы хотим рассказать о губернаторах поселений, которые впервые появятся в новой игре. Губернатору вы можете припоручить управление поселением, назначив на эту должность одного из доверенных членов вашего клана. Губернатор решает все вопросы, связанные с поселением, и дает небольшие бонусы вашему феоду. А вы в это время можете крушить врагов, ни на что не отвлекаясь. Девлог подошел к концу. Он был довольно интересным. Подобная система с губернаторами, насколько я помню, реализована в играх серии Total War, и не только. Я думаю, что выход Баннерлорда следует ожидать в 2019 году, поскольку многие механики, если их выпустить позже, просто уже морально устареют. Не говоря уже о графике, и переделывать ее заново или что-то сильно улучшать, это тоже не в интересах разработчиков. Поэтому, думаю, в 2019 году уже многое прояснится, я надеюсь. Спасибо за внимание.